МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фестиваль он первый, а в Плёс и вообще жизнь в этом городе, она для меня далеко не первая, началась с 60-го года, 1960-го. Может быть, поделись какими-то впечатлениями об Иванове в прошлом области или настоящем? Понимаете, в Иванове, собственно, в городе Иванове я практически был только проездом. А вот что касается Плёса, то в 60-м году мы группа художников, тогда студентов мультипликационных курсов, которые были при киностуре «Союзмульфильм», у нас было 6 человек, мы приехали сюда, в этот город, ну, естественно, под знаком Левитана. Вот, приехали и были, конечно, абсолютно одушевлены и очарованы этим местом, и поняли, что у Левитана не просто хороший вкус. Он хорошо мыслил, и он знал, где остановиться. Этот город ему принёс славу, как и Левитан принёс славу города Плёса. И, конечно, мне, с одной стороны, радостно ходить по Плёсу, с другой стороны, грустно, потому что тот Плёс, который я знаю, он был практически левитановским. Там со времён Левитана, ну, ничего не изменилось. Даже точки, где он писал, они оставались прежние. Это точка, с которой он писал «Золотой Плёс» свой знаменитый или «Плёс после дождя». Всё было абсолютно то, в том состоянии, какое было при Левитане. Ну, то есть вот это вот очарование, которое было в 60-х, которое сейчас, оно несколько пошло. Ну, понимаете, очарование. То очарование было, во-первых, естественно, молодостью, содружеством нашим, потому что это было не просто случайно. Мы на следующий год опять приехали. Кроме того, мы шестеро потом работали на киностудии «Совезмульфильм». Сейчас уже многих нет, собственно, из той шестёрки осталось трое. И одного из них вы точно знаете, потому что вы наверняка знаете фильм «Волшебное кольцо» по Шергину. Это Алексей Носарев. Вот. Ну, а сейчас грустно, потому что уже тот дом, где мы когда-то жили, он врос в землю, хозяйка умерла недавно. Мы с ней поддерживали связь до последних лет. Виолетта Леонтьева. А сейчас я пришёл к этому дому, там всё заросло. Овсяница и по грудь. И написано, дом продаётся. Всё это грустно. Но что делать? Это такая, знаете, бунинско-тургеневская история. Никуда от неё не денешься. Ну, впечатление от кинофестиваля, в котором вы ввели. А фестиваль, мне представляется, что здесь собрались очень профессиональные люди. Очень. Мне, в общем, всегда радостно встретить людей, с которыми ты давно знаком, и которые не просто отметились в кинематографе, они же существуют в сердцевине кинематографа. Причём речь идёт не, может быть, даже не столько о режиссёрах, потому что здесь много новых, кого я не знаю, а речь идёт, допустим, о кинокритике Андрея Плахова. Он совершенно замечательное лицо в кинематографе, в мультипликации. Его знают в игровом кино, а мультипликацию никогда не писал. Но его знают многие, потому что он умён, он хорошо разбирается в кинематографе, он очень хорошо отличает хорошее от плохого. Это очень важно сегодня. Ну, на кинофестивале «Зеркало» вы в том числе представляете и свой фильм «Шинель». Это не фильм. Это не фильм, это, повторяю, это отрывок, это отрывок без звука. Поэтому, если здесь где-то кто-то написал фильм, это будет большое разочарование публики. Нет, я имею в виду в той терминологии, что это продукт, который подразумевается как в будущем фильм. Не мультфильм, а именно фильм. Я просто ориентировался на то, что указано на вашем сайте. Вы знаете, я вообще о мультипликации никогда не говорю мультипликационной. Я всегда говорю фильм. Фильм, да. Потому что, на самом деле, один кинематограф отличается от другого только технологией. А если говорить о сердцевине драматургической, то, собственно говоря, а почему я должен мультипликацию сразу опускать до уровня, не то чтобы до уровня восприятия исключительно детского, причем детское восприятие очень требовательное, так что тут в данном случае глагол «опускать» до этого уровня, он некорректен, а просто распространять, только ограничиться рамками этими. Потому что, ну, я, например, считаю, что Илиаду Гомеровскую гораздо органичнее можно сделать в мультипликации, причем без учета даже сегодняшней технологии, нежели в игровом кино. Почему? Потому что все это сочинение гигантское заполнено метафорой от края до края. Там практически каждая строка метафора. И воплотить метафору мультипликации, мне кажется, гораздо органичнее, чем в игровом кино. Потому что все то, что делается с этими самыми историей 3D, 4D, скоро будет 8D, скоро будет вообще там залетать кинокадры, зашиворот. Это все не имеет отношения к кинематографу, собственно. А мультипликация в этом смысле гораздо более органичное искусство для метафоры. Ну вот я в этом контексте хотел вас вот о чем спросить. Я процитирую. В одном из интервью вы сказали, что детство – это важнейшее время для становления творческой личности. И умение видеть мир по-особому закладывается именно тогда. И детские переживания, они сильнее, чем взрослые. Но вот современные дети, с вашей точки зрения, ориентируясь на эту коммерческую анимацию, которая повсеместна, о чем вы сказали, они к чему приходят, к чему придут? Они лишены главного. Они лишены переживания. Мне кажется, что ребенок должен входить в пространство переживания. Он должен уже знать смерть. Причем ребенок же смерть защищает по-своему. Она для него не так трагична, как она трагична для взрослых. Но чтобы произошел процесс узнавания, нужно с чего-то начинать. А если ребенка отвращают от всего этого, если ребенка выделяют, что он у нас такой особенный, что вот ему, не дай бог, если еще учительница в школе, ему там влепит двойку просто за бестолковость. И тут же прибежит какой-нибудь разъяренный папаша с деньгами и говорит, как вы посмели моему сыну. Сегодня это ведь история тривиальная. А ребенка нельзя лишать переживания. Если вы хотите потом, чтобы у ребенка была устойчивая психика, чтобы он был морозоустойчив, понимаете? Нельзя научить ребенка бегать на лыжах по телевизору и на этом самом, как там, смартфоне. Он должен взять лыжные палки, лыжи, намерзнуться, нападаться, потом встать еще раз, получить удовольствие и входить в это катание, которое расширяет его грудную клетку. И все только так, все только через действие. А если это будет все пропитано духом? Ну, мы знаем эту историю с этими негодяями, с золотыми мальчиками, но я тут же могу сказать, негодяи не только они, негодяи их папаши. А почему? Я могу, конечно, об этом говорить, что это все, конечно, пропитано запахом денег. Деньги пахнут. Римский император был неправ, хотя он говорил о туалете. Деньги пахнут. Если вспомнить Чехова, то они пахнут как надо. Вот. А эти мальчики, значит, были лишены начато переживания, не говоря о сопереживании, о сочувствии. Понимаете, поэтому они лишены чувства взаимопомощи. А на самом деле отставь их от этих денег, от этой машины, да они не будут знать, как штаны свои застегнуть. Так что кто они такие? Это будущие негодяи, которые будут считать, что они хозяева жизни. Вот чтобы этого не происходило, чтобы человек был по-настоящему свободен, а свободен он, свободен знающий. Не знающий всегда невежда и будет настаивать на своем невежестве и еще капризничать и удивляться, почему у него не получается. Да, это на самом деле, как мне кажется, проблема-то этическая. Хотя вот вы в своих интервью говорили, что вы не считаете себя философом-моралистом. Между прочим, этическая проблематика во всех фильмах ваших есть. Вот с этой точки зрения мораль российского человека, она на чем строится сейчас? К сожалению, сейчас пока настроиться на то, оттолкни ближнего. Опередить, оттолкнуть, чувствовать себя хозяином, удивиться, почему он мне мешает здесь, а что это он здесь встал. Знаете, Виктор Шендерович в одном из рассказов пишет, он выступал в Нижнем Новгороде, а ему нужно было быстро ехать где-то в милиции, а ему нужно было переместиться на другое место. И вот они говорят, Виктор, мы тебя довезем. И вот, говорит, мы сели в машину, ну и они дальше с мигалкой поехали. И Виктор пишет, я, говорит, за две минуты превратился в сволочь, потому что я смотрел на улицу и думал, а чего они здесь передо мной мелькают? Ну, он сумел к этому подойти, так сказать, посмотрел на себя со стороны. А ведь другим это нравится, и они входят в это наслаждение, что он здесь хозяин. И вот в этом контексте, вы сказали, что это проблема отталкивания, тема маленького человека. Все-таки мне хочется вас спросить. Вот за 35 лет работы над шинелью у вас поменялось впечатление и образ этого маленького человека? И кто такой маленький человек в России? Нет, это неправильно. Вообще, с маленьким человеком, понимаете, маленький человек – это только малая часть действующего проблем. Что человек абсолютно космически одинок. Настолько одинок, что он не может найти нигде точку опора, он не будет знать, куда ногу поставить. И он не сможет никому обратиться, чтобы увидеть сочувствующее лицо. Вот в чем дело. Это очень, это действительно, это космическое, не то, что проблема, это факт, который относится не только к нашей стране, он относится к любой стране. Только там, где только-только зародилось там то, что мы называем бизнесом, только-только что-то начинается, что когда ситуация разыгрывается, один другому мешает, все, начинается эта проблема. Ну, то есть, эта проблема человека между космосом и хаосом, или это… Это на самом деле межукостом. Это проблема между человеком и человеком, между человеком и космосом, между человеком и мирозданием. Но мироздание должно быть одушевлено. В этом смысле, опять, я вспоминаю детей. Понимаете, дайте рисунку, дайте ребёнку, пятилетнему, нарисовать мирозданию, вы получите абсолютную метафору жизни. Причём одушевлённую, во всех смыслах одушевлённую. Видите, ребенок одушевляет снег, ребенок одушевляет состояние. Оно для него это как хороший глоток свежего воздуха. И в этом смысле вы должны смотреть на детей. Но здесь вот эта вот проблема, ведь маленьким человеком может быть большой начальник. Это самая трагедия. Вот тогда начинается трагедия для всех, кто его окружает, а может быть для человечества. Потому что здесь обратная сторона, если я правильно понимаю, тираней. Совершенно верно. Ну, вернемся к кинематографу. Вот сейчас, как вы думаете, есть надежда на то, что те традиции, которые были заложены в том числе и вами, будут продолжены? Есть молодое поколение некоммерческой анимации, авторского? Вы знаете, и коммерческое, и к авторскому у меня отношение, может быть, не совпадающее с тем, как мои коллеги это оценивают. Потому что коммерческое должно быть это, безусловно. Советская мультипликация была и коммерческая, и творческая, и индивидуальная, и авторская. Какое хотите. Хитрук, он был и авторский, и коммерческий, он был абсолютно беспроигрышный. То есть здесь то, что мы можем назвать подлинным величием. Вот. Что касается такого, сегодня это пошло вот это очень резкое деление, когда представитель, если он, как он себя называет, авторского кинематографа, уже считает, что только потому, что он авторский, значит, он уже априори хорош. Ничего подобного. К сожалению, сегодня под понятием авторской кинематографа подпадает много очень серых фильмов, а режиссеры говорят, у меня авторский кинематограф. Ну вот вы сейчас, может быть, как-то анализируете, я имею в виду, пласт некоммерческой анимации есть в России? Есть, 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 есть художественная мультипликация, ее в общем достаточном количестве. Я так понимаю, что Бардин вот отдельно он занимается, своя мультипликация, это во многом авторская. Я могу там по-разному относиться, но это абсолютно достойно работы, это в подлинном смысле человек работает, вот что. Это самое главное. Он делает дело. Есть молодые, кто даже себя и не делит на авторский кинематограф или коммерческий. Я всегда в этом случае называю, ну, есть среднее поколение представителей, для меня, например, Константин Бронзит. Но есть поколение тех, кому сейчас 25-27 лет. Для меня одна из таких фигур, это, конечно, безусловно, Наташа Чернышева, которая сделала изумительный фильм, называется «Снежинка». Фильм, который в себя вобрал и традиционные стороны мультипликации, и в то же время открыл в себе нечто новое, что роднит этот фильм с детским творчеством, с очарованностью метафористической, которая может быть только у ребенка. Или, наоборот, этот фильм дает ребенку возможность взглянуть на то, что он не смотрел внимательным глазом, гораздо более внимательно. Видите, ребенок, который заинтересовался, как падает снежинка или как устроен узор на огне, он уже художник. Это неважно, будет он потом жившим заниматься или чем, он, может, будет инженером хорошим, но он уже творится. Так что тут все очень просто, только надо вот эти вот пути не мешать, в общем, вот этим путям. Вот дело в чем. Юрий Борисович, спасибо большое, что нашли время заглянуть к нам в студию. А нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня в студии «России-24 Иванова» был Юрий Норштейн, народный артист России, режиссер, мультипликатор, художник, сценарист. Не переключайтесь и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова